Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня гость нашей программы Игорь Улитин. Игорь Улитин разносторонний одаренный человек. Педагог по образованию нашел свое призвание в журналистике. А еще Игорь Улитин автор стихов, рассказов, сказок и очерков. И, кажется, он свободно себя чувствует в разных эпохах и в разных творческих сферах. Сказки Игоря Улитина вошли в большой коллективный сборник «Онтология словесности Симбирского Ульяновского края XX-XXI века». Добрый день, меня зовут Игорь Улитин. Я журналист, поэт и писатель. Так про меня говорят. Во всяком случае, я сочиняю стихи, сочиняю прозу. И довольно давно уже так серьезно начал заниматься сочинением стихов. Примерно 14 лет назад. Прозой, наверное, даже чуть раньше. Сегодня немного я познакомлю вас со своим творчеством. Ну и, наверное, немного о нем расскажу. Ну, давайте не будем откладывать долгий ящик. Начнем со стихов. Я не знаю своих стихотворений наизусть практически. И поэтому я всегда их читаю либо с листочка, либо прямо с той стетради, которую я их написал. Стихотворение называется «Хрип». Маринованный смысл достают из бидона, Чтобы новые привкусы чуять во рту. Мы здесь все как один, Под дубиной омона, Что-то горлом хрипим, как хун-хурту. На потертых плакатах, Обрушившие лица Себе делают пластику ржавым черпом. В их жемчужных зубах И стеклянных глазницах Отражается нефть Или газ Или пром. Разночтение правд И обманчивость истин Здесь привычными стали Как дом номер два. Может быть, потому Здесь важнее футболисты, Чем любой, У кого на плечах голова. Это, как оказалось, называется гражданская лирика. Я об этом узнал лет, наверное, пять назад. То есть к тому моменту Я уже довольно долго сочинял. Иногда бывает сатира, Иногда бывает юмор. Крайне редко я пишу о любви. Наверное, уже лет семь. Не пишу совсем. И примерно столько же, наверное, не пишу, Если не больше, О природе, О красотах. Наверное, кто-то найдется другой, Кто напишет о пластовских просторах, О колосьях, О березах. Ну а я вот пишу о Женщине с лицом мужчины. Женщина с лицом мужчины Едет стареньком и века. На ее лице морщины Поедают человека. У нее с собой в пакете Печень, грудка и капуста. Дома плачут муж и дети. Да и ей сегодня грустно. И вчера ей грустно было. Завтра будет грустно тоже. Скорбь вселенская застыла На ее российской роже. Она вечно недовольна И довольна в то же время. Недостойна и невольно Жить избрала ее племя. И ее теперь заботит. Не пропала чтоб печенка, Счет фактуры на работе И четверка у ребенка. Наплевать ей на свободу, Для которой есть причины. Она наша. Из народа Женщина с лицом мужчины. Ну, как я сказал, что я сочиняю Не только стихотворение, Но и прозу. В прозе, наверное, разнообразие Чуть больше даже, чем стихах. Это и рассказы на какие-то, может быть, бытовые темы. И фэнтези, как неудивительно. И даже сказки. Вообще, я в последнее время прихожу к выводу, Что, наверное, все-таки я обычно пишу сказки. Только все это сказки для взрослых и про взрослых. И рассказ, который я хочу прочитать, Называется «Война самурая Мацумото». Это такое, как я узнал, как мне объяснили, Это называется постмодернистское фэнтези, Где намешано все, от самураев до енотов в штанах. С такой немножко грустной, с юмором и, главное, с антивоенным посылом. Потому что ничего нет хуже на свете войны. Война самурая Мацумото. Самурай Тори Мацумото сбежал с поля боя. Ему надоело. Он вылез из окопа и побежал. Прямо в чем был, в чем на синем костюме ниндзя и с мечом в руках. Сейчас он прорубал себе дорогу через заросли камыша тем самым мечом. Сверху моросил противный дождь, Ноги были по колену в холодной воде, Но Тори Мацумото остервенело рубил тростник, царапая руки и лицо. За ним должна быть погоня. Вот-вот и над ухом просвистит стрела лучника из отряда карателей. Или в спину ударит пули снайпера из-за грядотряда. Ни с тем, ни с другим самурая встречаться не хотел. И он рубил, 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 махал, 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 Пока были силы и светлое время суток. Но он прорубал себе дорогу подальше от этой войны. Непонятный и бессмысленный. Хотя разве войны бывают другими? Уже перед самым закатом Тори Мацумото выбрался из камышей. Нужно было спрятаться от погони, пока его не нашли. Но ведь он... Но ведь они могут пустить ему след свору дуберманов, Которые надут его по запаху немытых шей. Значит, нужно спрятаться. Ну где, где? Самурая Мацумото увидел под берегом сосну, С торчащей наружу корнями. Там было что-то вроде норы. Лиса или барсук. Неважно, уже было. У него был с собой меч, а значит, отобьется. Но ни лисы, ни барсука там не оказалось. Тори Мацумото залез поглубже в нору, Затнул в ход здоровенным куском глины. Вскоре уснул. Серед ночи все-таки пришел хозяин норы. Это был все-таки барсук. Барсук Хаяки. Он был пьян и не обратил внимания на спящего в жилище самурая. Зато сам самурай его заметил. С барсуком спать было теплее, Но пришлось всю ночь спать так, Чтобы не создавать видимости своего присутствия. Утром, еще затемно, даже не опохмелившись, Барсук Хаяки ушел на работу. А самурай Тори Мацумото Скоро проснулся от холода и вылез из норы. Теперь он был по уши грязный, Вонял барсучими отходами, Да к тому же сразу промок от росы. Но нужно было бежать. И он побежал. Бежал через кусты рябины и заросли, Бежал мимо борщевика Сосновского и Силсин Тунберга, Бежал через камни, реки, горы и поля. Так самурай Тори Мацумото бежал полдня. Он постоянно оглядывался, Потому что ждал, что за ним будет погоня. У него даже заболела шея от того, Что постоянно оглядывался. Наконец он устал и дико захотел есть. В деревне, которая так удачно подвернулась Тори Мацумото, Не было никого. Вообще пустота. Большинство домов были разрушены. Двери болтались на одной петле. Половина заборов в огородах была повалена. Но здесь могла еще остаться еда. Тори Мацумото стал забегать в каждый дом. Он заглядывал в горшки, чугунки, В кастрюли и сковородки. Но все было пусто. А чаще еще имел характерное отверстие От пуль патронов калибра 6,50 на 50 миллиметров Арисака. Жутковат стал самураю Мацумото. Вспомнил он эту деревню. И что они в ней недавно творили. Жутко и стыдно стало самураю Мацумото. Он выбежал из дому. Глянул в огород. Увидел там остатки невырытой картошки. Бросился туда. Стал сначала мечом. А потом руками копать землю, Чтобы хоть как-то выкрывать клубни из земли. Вот ведь до чего себя довел. Самурай сам себе копает картошку. Где же вы, слуги мои, слуги, слуги верные мои? Промотал он по себя фразу из старинной самурайской Песни про ключника замка Сёгуна. Никогда еще самурай Тори Мацумото Не радовался грязным клубням, которые были у него в руках. Он метнулся в брошенную избу. Захотел затопить печь. Начал искать спички. Вспомнил, что у него с собой есть крейцало. Но опомнился. За ним должна быть погоня. Они увидят дым. Они учуют его запах. И запах вареной картошки. А значит нельзя. Он забился в угол, подвисевшим на стене образом богения Матерасу. И стал чистить мечом грязную картошку. Поглощая ее прямо так. Сырой. Но плохо чищена. С кусками прилившей грязи картошка. Казалось ему сейчас вкуснее, чем любой лесблюд на приеме императора, Который он пробовал всего 4 месяца назад. Самураи Туари Мацумото стало грустно. И уже никуда не хотел сбежать. Он решил, что если и суждено ему найти, то пусть найдут. Мацумото нашел на кухне простреленную соломенную циновку. И укрывшись ею, лег на голой кровати с панцирной сеткой. Ему все еще было стыдно. Не за то, что они вытворяли в этой деревне. И за то, что они жрали шикарные блюда на приеме императора, когда здесь, в этой деревне, люди питались одной картошкой да морковкой. Стыдно за то, что они устроили непонятную, дурацкую, никому не нужную войну. Такую же, как все войны. Стыдно за то, что он сбежал из окопа, а не вышел между двух вражеских сторон. И не кинул, не крикнул им, что эта война дурацкая, ненужная, что пора всем идти по домам. Бабы ждут. Или уже нет. От сыда ему стало жарко. Он прижался поближе к стенке и уснул. Самураи Туари Мацумото снова проснулся на рассвете. Но не от холода, а от звуков шагающих ног. Он схватил меч и подклался к двери по песчаной дороге. Туари устала, но стараясь не сбиваться со счета, маршевала рота солдат с винтовками и в пехотной форме цвета хаки. К тому же вымазан окопной грязью. Это за мной, решил Туари Мацумото. Но нет. Они прошли мимо в утренний туман. Причем прошли в ту сторону, где уже не было войны. Мацумото немного подождал и на карачках выбрался из ССБ. Подполз к плетню и посмотрел на дорогу. Потом приподнялся. Никого не было. Встал в полный рост и понял, что он влип. Из тумана метров сорока на него смотрел другой самурай, только облаченный в полный доспех. Его шлем висел на столбе забора, а в зубах дымилась длинная тонкая трубка. Мацумото решил, что уж с одним-то он сможет повоевать. Он поднял меч, держа рукоять у щеки и начал разгоняться. Метров за пятнадцать он взял крик «Банзай!» «Хренай!» Услышал он ответ и остановился. Такой реакции Мацумото не ожидал. Тем более от начальника особого отдела самурая Харакавы. Тот отвернулся от него и, затянувшись трубкой, выпустил дым в туман. «Вы не за мной?» — нелогко спросил Тори Мацумото, волоча за собой меч и чертя им линию на песчаной дороге. «Да кому-то нахрен сдался!» Нервно выпалил у Харакава. «Ты думаешь, ты один такой? Кто вскочил перед боем, убежал? Ты думаешь, ты один, понимаешь, что эта война дурацкая и ненужная?» Мацумото молчал. Не знал, что ответит. Он и правда думал, что он один такой. «Ван, видел роту? Домой пошли. И ты иди. Нечего тут героя играть. А меч сдавать? Ты чем карточку чистить будешь? Оставь. А вы мне в спину из Вальтера не стрельнете? Дурак!» Харакава вытащил из внутреннего кармана доспехов Вальтер, выкинул из него обойму и выбросил ее. И пистолет в разные стороны. «Доволен?» — хмуро пробурчал Харакава и снова затянулся. «А вы?» — я тут пока как-то неуверенно сказал всегда уверенный в себе Харакава. «Родителям, родителям, родителям. Идите уже, самурай Тори Мацумото!» Мацумото несмело прошел мимо особиста, закинул меч на плечо и прибавил шаг. Тори окникунул его особист и притянул погрызанную плитку шоколада и сильно почту маленькую бутылку коньяка. «На, позавтракаешь и погреешься». Мацумото уже ушел от Харакава довольно далеко, когда у него донесся крик, размытый туманом. «И не воюй больше!» И он больше не воевал. Ну, собственно говоря, мы познакомились с моей прозой. Такая немножко не совсем позитивная. Поэтому давайте немножко разбавим позитивом. К тому же имеющим отношение к нашему городу, городу Ульяновска. Редкий случай, когда в моих стихах, в моем творчестве упоминается город Ульяновск. Кстати, город мне не родной. Сам я не из Ульяновска, я родился в деревне. Это поселок Черный Ключ, Базар-Н-Садганский район. Когда-то был Инзинский. Наверное, там я насмотрелся так на березы и колосья в свое время, что я теперь не пишу про них стихи. Стихотворение называется «Алексей Николаевич». Нет, это не про какого-то конкретного человека и никому не подсвечено. Просто некий абстрактный Алексей Николаевич. Алексей Николаевич пьет из горла самопальный аналог бурбона. Он допьет и отправится с чувством орла прогуляться по центру района. Алексей Николаевич галстук надел с попугаями, рыжий, в полоску. В кабаке нынче он сотворит беспредел, ведь он будет упившийся в доску. Алексей Николаевич сунул в карман три по сто и четыре помельче. На бульваре он спляшет сегодня кан-кан, и ему на душе станет легче. Алексей Николаевич вышел во двор с легким зудом в районе экстаза. Не мошенник он, не обманщик, не вор. Он на пенсию вышел с УАЗа. Я уже сказал, что я начал писать стихотворения лет шестнадцать назад. Четырнадцать, да, четырнадцать. В две тысячи шестом году. И началось еще, это еще в студенческие годы. Я всегда это говорил, никогда не скрывал, что начал писать, наверное, в подражании в какой-то степени таким поэтам-песенникам, как Егор Летов и Илья Кнабингов. Он же Илья Черт. Это лидер группы «Пилот». Но постепенно как-то вроде бы отошел, хотя, может быть, влияние есть до сих пор. Тем, кто знаком с творчеством двух этих людей, наверное, будет виднее. Продолжаем читать. Стихотворение называется «Одобрение». Капли ушные, глазные, назальные, за перекрестком почтамты центральные. Руки по локоть, в соплях и суспензии. Ждал одобрения, вышел на пенсию. Старые письма по-новому сложены, водки хотел, обошелся мороженым. Смерти желал, получил оскорбление. Подпись в открытку, да стихотворение. Черный монах в рыжи бороду выкрасил, книг не читал, на помойку их выбросил. После экзамена выпили белого, били втроем одного неумелого. В синих штанах спрятал боль с подстаканником, спорил о жизни с народным избранником. Знал о судьбе своего поколения. Пенсию верил и ждал одобрения. С недавних пор я начал пытаться экспериментировать с таким жанром, как верлибр. Точнее, получилось, наверное, даже так. Я сначала начал экспериментировать, а потом понял, что это верлибр. Как это часто бывает. И вот одно из них, из таких стихотворений, жанр верлибр, я даже уже кто-то, возможно, видел в проекте «Лето литературы» от Ульяновской литературы на город ЮНЕСКО. Там я его пытался читать наизусть, но здесь вам прочитаю с телефона, потому что я его выучил, я его зазубрил. Поэтому для вас будет полноценное стихотворение «Голубцы», написан 2 июля, не так давно. Голубцы. Эти голубцы готовят так. Разогревают температуру до плюс 20, плюс 25 градусов по Цельсию, заворачивают довольно жирное мясо в рубашку из капустного листа и смачивают раз-два раза проливным дождем. Все это должно делаться под песню Юры Барабаша. В ней поется так. Я сошью себе рубашку из крапивного листа. Нужно только слово «крапивный» заменить на «капустный», иначе, голубцы, не получится. Юра Барабаш – это петлюра. Если кто не знал, никто не знал. Готово. Лето. Да. И еще один стихотворение жанра Вильерлибре. Я сразу оговорюсь, я, в отличие от многих поэтов, от многих ульяновских поэтов, совершенно не стесняюсь в своих стихотворениях об сценной лексике. Естественно, вам сейчас я не смогу прочитать такие стихотворения, потому что, сами понимаете, почему не пропускает цензура. Нужная цензура, да, такое, наверное, не должно звучать на телевидении. Но я считаю, что обсценная лексика – часть нашей русской речи, если уж я пишу на русском языке, и вполне себе допускаю, что она может присутствовать в творчестве, в стихах, в прозе, кто как пожелает. Со мной можно не соглашаться, можно говорить, что мат недопустим, и это грубо, но я обратного мнения, я считаю, что он допустим, и он может быть красиво вписан в стихотворение. Возможно, когда-нибудь где-то мы с вами увидимся, и вы услышите такие мои стихи тоже. А пока стихотворение, посвященное городу Клайпеда, я никогда не был в Клайпеде, но прочитаю для вас верлибр под названием Клайпеда. Клайпеда. Шикарный, говорят, город. Говорят, в него время от времени прилетают сказочные драконы. А смелые красавицы литовки литовками выгоняют их из города. Еще говорят, туда иногда приплывает гигантский кашалот Дмитрий. Он катает на спине Ингеборгу Добкунайте, когда она в Клайпеде. А вот Алла Орбакина он не катает, она в Клайпеду не ездит. Говорят, в Клайпеде до сих пор будет дух егелонов. По ночам они скачут по пустынным улицам и распевают неприличные частушки на белорусском. Еще говорят, где-то под землей в Клайпеде зарыт клад. Его туда спрятали польские короли. Тюремный сторож Альгерис каждую ночь пытается его найти, но вместо этого находит только приключений. Говорят, в Клайпеде на пляже можно встретить привидений. Это старые викинги выходят прибухнуть перед рассветом, выкурить по пачке беломора и снова скрыться в глубинах Балтики. Еще говорят, Клайпеда настоящий рай для контрабанниста. Контрабанду там никто не забирает, а даже наоборот. Суют в руки водку столичную и жвачку калев и со всем этим добром отправляют в Польшу. В плащ. Говорят, что все это про Клайпеду лишь говорят. Я там не бывал. Вы, скорее всего, тоже. Хотя я бы не отказался прибухнуть на пляже с призраками викинга. В общем, так. Да. Ну, вообще, как говорят про меня родственники, у меня поэзия – это наследственное, потому что мой дед Александр Соне тоже сочинял стихи, который был русский поэт эстонского происхождения, потому что писал он тоже по-русски. И я вот как-то тоже начал сочинять. Когда я начал сочинять, мне сказали, что это наследство. Ну, давайте, наверное, тоже потихонечку еще почитаем то, что в рифму. Стихотворение называется «Обмен». Мы меняем кровь на кровь, боль на боль, на пули-пули, Чтоб в них шагали вновь, те, кто вспять, не повернули. Мы меняем бой на бой, взрыв на взрыв, на мину-мину, Чтоб стреляла в нас с тобой, та же, что и мы, скотина. Ну, да, у меня в последнее время часто появляется антивоенная тематика. И в прозе, и в стихотворениях. Я считаю, что это правильно. Пропаганда войны, наверное, самое ужасное, что может быть, наверное, не знаю, хуже только спид-диссидентство. Я вот скажу свое мнение и считаю, что с этим мнением сложно поспорить в данном случае. Что может быть хуже войны и спид-диссидентство? Я не знаю. Расление малолетних. Да, наверное, еще это может быть хуже. Ну, да, что-то я ушел опять в минор. Давайте снова мажор. Два года назад у нас был чемпионат мира. Замечательное, позитивное мероприятие. И... Господи, какое казенное слово я употребил на приятии? Событие. Замечательное, позитивное событие, когда люди приехали к нам. И Киллиан Мбаппе, французский футболист, забил два гола в финале. Киллиан Мбаппе вывел сборную Францию на чемпионство. Сделал чемпионом. И вот этому событию, посвященному стихотворению, называется Киллиан и земляне. Киллиан Мбаппе забил четвертый и помчался радоваться голу. Кто-то в это время сыр натертый, ел в прихлебку с пивом или колой. Киллиан бежал обнять Гризмана, прыгал и резнился на газоне. В это время чья-то я же мама не дала ребенку сесть на пони. А Мбаппе опять бежал к воротам, чтобы сделать счет еще красивее. Кто-то же играл вальсок по нотам в грязном переходе под Россией. Киллиан, подняв на руки кубок для второй звезды, готовил форму. Кто-то, не поспавший двое суток, радовался небу голубому. Это из категории «радуйтесь мелочам». На втором этаже трехэтажного дома проживает старик без седой бороды. Его ключница, мать и жена тетя Тома свою жизнь отдала на добычу руды. По утрам она крутит ему профитрольки, варит латты и мажет каймак на батон. А он, сидя под сенью своей парасольки, смотрит летом футбол, а зимой биатлон. Они вместе живут 30 лет и 2 года, 8 месяцев, день и 4 часа. Сын и дочь своего трудового народа. Городость совести, честь, совесть, честь и краса. А она смотрит в обед передачи о моде. Он не смотрит, он смотрит печально в окно. Где-то там, вдалеке, на большом теплоходе он бы мог бы сейчас бы играть в домино. Он продулся бы в пух до последней штанины и шагнул бы в пучину индийских морей. Но приходит соседка по имени Нина. И он снова на кухне, в квартире своей. Сектоварение «Дурачок». Мы морально готовы еще потерпеть, проживать, проглотить, похвалить. Можем ли не успеть? Можем и не успеть безбоязненно мирно пожить. Мы физически крепки, как сталь и чугун. Наши яйца звенят, как клаксон. Мы смешали кресты с сочетанием рун. И молитвы твердим в унисон. Мы психически уравновешены так, что хоть ввешен на нас табачок. И хоть каждый второй откровенный дурак, он считает, что лишь дурачок. Предпоследнее, наверное, стихотворение. Называется «Отставка». Написано в прошлом году, после отставки Нурсултана Назарбаева. Уходили в отставку эпохи, изменяя название столиц. Мы считали монеты и крохи, и количество самоубийц. Возвращались домой генералы, вслед за ними летели гробы. Между водкой, Москвой и Уралом затерялись остатки судьбы. Ну и в конце у меня всегда уже традиционно финальное стихотворение. Единственное, которое я помню наизусть, посвящено оно нашему великому уроженцу Владимиру Ильичу, тем более у него в этом году юбилей. По темной стороне улицы, по черным растоптанным листикам, Ильич шел, немного сутулился, сжимая в руках велитристику. Благодарим Игоря Улитина за участие в нашей программе. Игорь – музыкант, участник военно-исторических реконструкций. Кажется, он свободно себя чувствует в любой эпохе и в любой творческой сфере. Мы хотим пожелать Игорю Улитину яркой, насыщенной, творческой жизни. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok